здравствуйте друзья у нас сегодня с вами второй урок на первом мы учились регистрироваться на сервисе smart responder а в этом уроке я покажу вам как создавать рассылку то есть автоматическую последовательную серию писем которые после подписки будет отправляться вашему подписчику автоматическом режиме и так мы заходим с вами в браузер и как я вам говорила в прошлый раз вот здесь в закладках этот сервис для удобства он должен быть конечно чтобы сразу его находить я нажимаю и вот входная страница где уже автоматически стоят мой логин и мой пароль и я нажимаю войти в аккаунт вот я зашла в свой аккаунт свой кабинет и выбираю в меню рассылки вы здесь видите можно создать новую рассылку можно посмотреть список уже созданных рассылок можно отправить письмо подписчикам дополнительно плюсом к рассылке но мы с вами сегодня будем создавать новую рассылку и так не тип рассылки у нас не периодическая как стоит по умолчанию у нас автоматическая последовательная серия писем и мы меняем периодических выпусков у нас нет язык русский название рассылки вот здесь мы должны внести как мы будем называть свою рассылку но конечно по теме ну давайте я напишу создание сайта тематика рассылки открываем меню и ищем к чему наша рассылка относится здесь можно выбрать на любую тему здесь очень много здесь есть тема бизнес я сейчас попробую побыстрее найти тему обучения вот есть обучение ну давайте пускай это будет у нас информатика не помещать рассылку в каталог рассылок я поставлю галочку потому что когда рассылка только начинает создаваться ну пока я еще не надо быть каталоге когда база большая будет тогда уже это будет нужно но прокручиваем вниз и здесь я должна дать краткое описание рассылки то есть на какую тему о чем я вообще буду говорить да я пишу обучающие уроки созданию сайта в принципе достаточно можно побольше настроить ваши страницы переадресации для подписчика здесь можно пока не ставить галочку когда вы будете уже это знать вы сделаете а так будет выходить стандартная подписка и все здесь в общем то мы здесь все заполнили и нажимаем кнопку создать когда мы ее создали но у вас она здесь будет одна а я сейчас вот ее найду она встала на самое высокое место и чтобы мне с этой рассылкой работать я нажимаю здесь вот эта верхняя строка название рассылки активная нажимаю и вот мне открывается вот такое окно видите написано в данный момент нет ни одного письма в серии поэтому я нажимаю кнопку добавить письмо и начинаю добавлять свое первое письмо но прежде чем мы этим займемся давайте вот обратим внимание на вот этот вот пункт смещение что это обозначает у первого письма будет смещение ноль то есть она уйдет сразу же как только ваш подписчик заполнит форму и оставит свои данные первое письмо к нему придет с предложением подтвердить с его подписку что это действительно он подписывался и он готов получать письма как только он это сделает он получает первое письмо в этот же день поэтому смещение ноль а на последующих письмах мы здесь будем допустим для второго письма мы поставим смещение два дня и тогда второе письмо придет к нему через два дня после первого после того как он подтвердит рассылку подписку свою вернее подтверждает уходит первое письмо второе уйдет через два дня третье уйдет через четыре дня вы можете поставить любой интервал вы можете поставить что первое допустим сегодня второе завтра то есть тогда один день смещения а третье смещение три дня поставить то есть как вы запланируете так вы и поставите для первого письма я оставляю здесь ноль я должна написать здесь тему письма ну я это сделаю чуть позже а вам рекомендую делать сразу потому что потом уже когда письмо дописал можно ну просто забыть и придется возвращаться я объясню почему я позже буду это делать и так вы дальше видите если у вас уже приготовлены будут шаблоны какому-то времени и будут иметь свое название эти шаблоны вы будете давать вы здесь этот код вставите и у вас письмо откроется но пока у вас ничего нет и так вы видите здесь html версия письма и здесь текстовая версия письма в текстовой версии письмо гораздо проще то есть здесь один текст идет возможно вы решите делать именно в текстовой версии поэтому я вам одно покажу как текстовый а второе покажу как ваш тему и версии потому что конечно здесь интереснее письма приходят значит набирать текст здесь не очень рационально обычно письмо мы готовим заранее и вот я сейчас блокноте открою я его даже уже выделила это письмо я его здесь копирую и сюда вставляю вот здесь идет свой установленный по умолчанию шрифт а ширина шрифта контролируется форматировать ширину текстовой версии я поставлю галочку и допустим вот я сейчас 60 поставлю чтобы когда ваш подписчик ваш читатель будет получать письмо она у него была вот так вот не очень широкая потому что широкие письма и читать сложно и не у всех экраны большие поэтому форматировать тоже лучше сразу вот в блокноте вот в том таком как у я вам сейчас показывала или попроще блокноты есть например да вот такие вот блокноты давайте вот сюда вставим вот видите вот письмо будет выглядеть вот так вот эти строчки длинные конечно их надо вот делать все покороче чтобы вашему читателю не бегать по всей строке глазами вот абзаце вы все сделаете так чтобы они были по уму разбиты этому тоже будут учить вот ну вот здесь вот даже лучше сейчас будет скопировать здесь копировать и я сейчас здесь его просто за меню выделила и теперь вставлю новый вариант ну вот здесь даже еще тоже можно вот так вот по уже их сделать значит ссылки которые здесь прописаны они все будут активны когда человек это письмо будет читать значит и еще один момент здравствуйте и здесь стоит странная first name я сейчас это уберу мы хотим чтобы письмо приходило с обращением по имени а имена у всех разные а письмо будет уходить автоматически поэтому есть такая функция прекрасная когда мы подставляем вот здесь вот переменные данные и мы можем поставить либо фамилию либо адрес но нам с вами нужно это вот данные авторов аккаунта автора а вот здесь проскочила переменные данные подписчикам мы можем написать поставить властными по он получит здравствуйте иванов да мы так делать не будем у нас сейчас я вам еще раз покажу у нас курсор стоит вот здесь в нужном месте и нажимая на переменные данные мы вот нажимаем имя подписчика и вот все с ним у нас здесь установилась а когда письмо будет отправляться она будет преобразовываться и у каждого подписчика будет его имя подставляться и так достаточно легко заложить письмо вот ваше текстовую версию а приоритет вот здесь обращаю ваше внимание здесь есть три варианта низкий средний высокий низкий мы ставить не будем высокие это как бы не такая срочность поэтому стоит средний он и по умолчанию здесь стоит средний мы обязательно должны проверить письмо на спам если это а вот правильно почему потому что у меня не стоит заголовок поэтому я сейчас вернусь сюда я потому и говорила что я его пока не буду ставить для того чтобы вы увидели какая выскочит какое выскочит окно и если здесь все не заполнено то дальше письмо просто не пойдет здесь соблюдается до правила все заполнения и так после этого мы с вами проверяем на спам здесь могут быть ошибки как ваши могут быть ошибки со стороны сервиса но как правило со стороны сервиса не бывает тема письма полностью из-за главных букв 1 и 6 поле ответить содержит адрес но вот мой адрес обратно тоже содержит цифры это всегда добавляет 02 до 3 это низкая вероятность попадания вашего письма папку спам свыше 3 это будет средняя но и далее это будет высокая то есть когда практически стопроцентно они будут попадать спам нам не нужно чтобы наши письма попадали в спам поэтому мы следим за этом за этим у нас здесь вероятность низкая но мы можем ее еще уменьшить видите у нас здесь не полностью просто у меня скоробей здесь с большой был все боюсь большими буквами давайте я исправлю на маленькие так скоробей я думала мне проставилась второй раз поставила вот и мы здесь вот эти вот тоже сделаем маленькими так английский стоит хранитель ну ваших нет ваших надо оставить вообще когда слово ваш ваш и вы всегда с большой буквы пишется хранитель ваших тайн давайте посмотрим что сейчас у нас в окошке спам проверять можно неоднократно вот все что у нас осталось мы исправили 1 и 6 то есть вообще вообще никак не попадет она никогда в спам потому что нет никаких для этого причин но вы помните дот до 3 это низкая вероятность дальше мы можем письмо протестировать и письмо уйдет на ту почту которую мы зарегистрировали в своем аккаунте и вот здесь у нас извещение о том что письмо отправлено давайте посмотрим как оно будет выглядеть я открываю почту свою так ходим мы вот и вот я тестовое письмо получила я его как я увижу так увидит мой подписчик видите здесь шрифт преобразовался вот оно такое не широкое но нормальная вот наша ссылочка активно даже вот значок у нее стоит видите рука здесь то есть ссылки все активны несмотря на то что вот они черного цвета вот это активно и все то есть все нормально меня вот устраивает как я отформатировала написала значит я возвращаюсь вот сюда и ставлю сохранить вот и у нас первое письмо в этой серии уже заложено мне надо следующее письмо вы на бесплатном аккаунте можете 5 писем заложить бесплатно поэтому на добавить письмо больше уже не надо заполнять мы по рассылке все написали видите смещение автоматически уже не ноль а один то есть на следующий день но я не хочу на следующий день я поставлю на чтобы через день это было письмо что смещение было два дня и приоритет средний уже по умолчанию стоит а в этот раз я вам покажу как а что мы эль версию поставить здесь конечно больше возможностей более интересно значит ну первое что мы здесь можем сделать мы можем сделать здесь рамочку то есть традиционно таблицу таблицу мы сделаем одну колонку одну строку одну колонку ширина 500 вполне нормальная для письма выравнивание мы сделаем по центру вот и вот такая у нас рамочка здесь образовалась точно так же в эту рамку мы можем скопировать наше письмо давайте вот отсюда его скопируем опять здесь побыстрее копировать это просто другой вариант блокнота и я его вставляю значит вот выпадает окошко и я еще раз вот сюда подтверждаю и вот мое письмо вот здесь встала уже она в рамочке ну рамку здесь можно и потолще сделать но вы видите письмо вот все упирается до в стеночки давайте мы немножко его подвинем чтобы оно было у нас посимпатичнее вот здесь есть увеличить отступ и уже письмо у нас вот она в таком виде значит здесь мы можем сделать выравнивание как по центру так и по левому краю ну по правому как правило не нужно я сейчас делаю здесь по центру здесь мы уже какие-то буквы можем делать жирными то есть вы видите что здесь панель она практически соответствует вордовской вот это жирный да это курсивом ну давайте вот мы вот это жирным сделаем имя вот здесь мы можем шрифт уже поменять выбрать ареал шрифт допустим размер выбрать 14 пусть покрупнее будет цвет выбрать пусть будет такой ярко красный по бордовии такой немножко мы можем вы видите красный он стал мы можем точно так же выделить поле на котором вот именно этот текст вот он желтеньким сделали мы здесь можно вставить ссылку через вот эту функцию поставить ее сюда отмена и здесь можно немножечко украсить мы поставлю я сейчас тоже по центру вот здесь и вы увидите вот здесь картиночка до изображения вот я нажму и мне открывается вот такая вот такое окно я могу либо поставить сюда ссылку из интернета да url адрес картинки либо я обычно так не делаю я обычно выбираю у себя на сервере и те которые я уже раньше выбирала они вот у меня здесь хранятся ну давайте мы допустим считаем что здесь нет той картинки которая нам нужна на функцию выбрать на сервере и заходим в изображение сейчас какую-нибудь картинку выберем у меня отдельная папка есть где картинки для те которые я для писем хотела бы ну ну давайте допустим я вот такую картиночку поставлю открыть вот она уже у нас выбралась и мне теперь ее надо загрузить сюда так она у нас номер восемь и давайте смотрим где она у нас есть так нет пропустила восемь вот она значит картинка картинка не пойдет картинка очень тяжелая 399 килобайта нет не пропустит по весу значит надо будет другую картинку выбрать давайте вот я ее удалю вот так здесь все вот да удалить удалить нет смысла такую тяжелую ставить ну как загрузить я вам показала будем считать что я загрузила ну давайте какую вот ну так 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 ну давайте вот эту поставим картинку здесь прорисовывается ее габариты ширина и высота бывает картинка ну великовата немножко или вы просто хотите уменьшить вы можете ее сделать допустим да не 418 а 400 и высота она автоматически сама тоже отрегулируется значит дальше нажимаем на окей и вот у нас эта картиночка встала значит здесь когда вот в этом поле крутим то письмо движется когда в этом поле сама рамочка давайте отделим немножко наше письмо и вот это мы тоже сделаем здесь по центру вот ну уже письмо нарядней картинку надо побольше конечно сюда сделать чтобы она упиралась мы можем вот точно так же спокойно ее выделить и удалить либо функция вот есть отменить и давайте мы другую картинку поставим я вам показываю как их еще можно менять давайте мы поставим картиночку пошире у нас есть вот такая нет не пошире наоборот меньше поэтому я возвращаюсь на сервер и так сейчас достану картиночку а давайте вот такую поставлю вот и вся ширина нас устраивает вот вот она встала значит но встала мы ее сейчас а у нас здесь смещение было вот это вот поэтому мы вернем вот и картинка у нас прекрасно вот в распорочку вот так встала а текст в распорку не должен быть вот теперь получилось такое письмо здесь тоже самое мы можем вот отсюда переменные данные поставить да first name можем вот отсюда поставить ну здесь все если нас устраивает то мы идем вниз и здесь идет список картиночек которые у нас вообще хранятся и выделенная та которую мы поставили если вы загрузили новую картинку то она здесь не будет выделена и в письме не отразится поэтому здесь тоже нужно будет написать загрузить новый файл тот же самую картиночку с сервера у себя выбрать и тогда она будет выделенная а у меня сейчас видите я две картинки ставила у меня выделено две поэтому мне нужно будет какую-то из них убрать так а какую из них убрать давайте глянем чтобы нам в красавь не попасть так ага все я поняла название запомнила здесь здесь закрываю здесь отменяю то есть мы вот эту нам не нужна картинка поэтому мы ее не будем прикреплять мы сейчас вот ту вторую выделим вот нам вот это нужно все у той выделение снялось вы видите да вот вот и у нас здесь написано что вложен один файл то есть наша картинка вложена общий объем вес да картинки предельный вот но у меня здесь он побольше у вас будет поменьше но надо следить чтобы был не больше вот этой цифры а общий вес письма не больше вот этой цифры если будет больше письмо просто не не примется точно так же мы здесь будем проверять на спам но нас тоже будут ругать потому что мы тоже здесь тему не вставили еще вот почему я говорю что нужно тему ставить сразу так ну ладно копировать мы сейчас здесь ее тоже исправим я письмо одно и то же вставляю вот вы естественно будете письма разные вставлять ну давайте я пусть оставлю так пока не буду исправлять покажет он мне спам тоже проверяем он здесь точно так же будет ругаться что из-за главных букв очень не любит когда так что он еще здесь нашел значит здесь добавляется спам потому что когда есть html версия без текстовой то вот этот 1.1 он будет обязательно в общей сумме это будет 1.3 не страшно но если вы поставите здесь можно поставить и текстовую версию тоже продублировать но если вы поставите и текстовую такую то ваш получатель получит текстовую конечно первая очередь поэтому там мы не ставим но следим за тем чтобы уж выше такого вот обязательного до спама чтобы больше ничего не было ну и дальше мы тоже нажимаем на сохранить и теперь мы посмотрим что у нас уже два письма в рассылке мы добавляем третье письмо сейчас здесь смещение будет видите уже три дня стоит мы опять ставим по своему усмотрению точно так же вводим третье письмо ну поскольку нашу задачу сегодня это не входит вот эти два письма а я вам хочу показать еще как редактировать письма допустим вот мы заложили пять писем и ну передумали придумали получше письмо достаточно просто нажать и оно нам откроется первое письмо у нас текстовое поэтому вот текстовая версия и пожалуйста редактируете правьте здесь что-то добавляете что-то убираете может быть вообще новое письмо целиком будет заложено потому что удобнее в блокноте это все редактировать итак эта функция вам показана теперь я хочу вернуться вот сюда где рассылки у нас и посмотрите есть функция отправить письмо подписчикам нажимаем на эту функцию здесь есть красочное html письма допустим мы его выбрали здесь уже я введу в автоматическом да режиме вы внесете а потом тоже это уже у вас будет подставляться данные свои данные обратные да я пишу все активные подписчики или подписчики какой-то конкретный если я сейчас нажму на конкретный мне откроются рассылки я выберу эту рассылку ну я вот всем активным подписчикам и дальше и дальше предлагается выбрать вот варианты таких вот писем мы сначала взялись так за них активно вот но потом передумали и я сейчас вот например вот такие отправляю обычное текстовое письмо вот здесь выбрать уже готовые подставить я выбираю вот свои данные опять активным подписчикам дальше так здесь я меняю на средний ну и здесь то же самое вы все здесь видите да точно так же вставляется письмо картинка и так далее дальше мы можем протестировать точно так же письмо можем сохранить как шаблон ну давайте придется вставить чтобы здесь пусто не было так копировать так это где мы тут вставляем через это окно но когда html код все вставляется вот через это окошко так давайте я напишу здесь название письма вот так коротко напишу протестировать мы точно так же можем посмотреть точно так же да на спам проверим посмотрим как оно здесь будет выглядеть как его наш подписчик увидит ну допустим нас все устроило значит будет функция отправить а не устроило я вернусь сейчас назад вот и говорю мне так не нравится я хочу все выделить по центру не очень хорошо ставить потому что ну разной длинной строчки а вот отодвинуть его от краешка мы можем мы можем еще поменять шрифт здесь размер очень большой не надо делать ну вот двенадцатый мы поставим здесь шрифт если письмо короткое можно четырнадцатый и опять дальше ну здесь допустим да нас все устроило мы отсюда точно так же можем протестировать вот и письмо это это то что дополнительно отправить это не значит что мы будем это все как бы вручную делать да вот письмо мне пришло уже тестовая это говорит о том что мы добавляем письмо вручную а отправлять его будет все равно смарт-респондер то есть вот такую услугу он нам оказывает в следующем уроке мы будем учиться создавать форму подписки когда рассылка готова уже форму подписки можно создавать этим мы как раз в следующем уроке с вами и займемся я вам желаю удачных рассылок я вам желаю хороших гениальных писем и до следующей встречи